Всем привет! С вами команда компании Аверсагра. Меня зовут Евгений Николаевич. Как многие уже знают. Сейчас приехали в Полтавскую область. Я надеюсь, кстати, по поводу Евгения Николаевича, все понимают, что это некий юмор, некая фишка. Вот, ничего личного. Приехали в Полтавскую область. Здесь у нас наш постоянный клиент. Постоянно у нас покупает технику. Что у него? Турбокультиватор наш работает. Чиккендрекеры работают. Купил тяжелую пружинную борону с рядом дисков. Теперь вот задумка его стриптил собственно с сейлкой. Поле обрабатывалось нашим турбокультиватором. Он в этом хозяйстве года 3. Может еще поснимаем обзор на трехлетний турбокультиватор. После турбокультиватора сейчас идет наш вот новый стриптил по спецзаказу полностью сделанный. То есть весь набор рабочих органов там по спецзаказу. Взяли мы идею, вдохновлялись вот стриптилом от Етер Маверик. Сейчас вот покажем вам немного работу, немного результат работы, немного покажу, обзор расскажу за сам стриптил. Посмотрим его в работе. Вот так что давайте начинать разбираться. Давайте поближе познакомимся с секцией нашей. Не, в принципе с нашим агрегатом. Вот рама 180 на 180 сделана. Вот толщина стенки металла. Как всегда показываю для вас. Привод цепной на систему сухих удобрений. Вот собственно сама секция стриптила одна. Их тут восемь. Вот на примере одной посмотрим. Вот четко видно глубину обработки работы, точнее разрезного диска. Сколько? Ну тут сантиметров пять, наверное. Металлические опорные колеса. Вот как работают очистители. Вот тоже видно хорошо. Тут анкер уже заглублен. Там вот вносит одновременно сухие и жидкие удобрения. Вот шланга на сухие. Вот на жидкие. все подключено. Все работает. Прикатывающий каток. Вот 13-ти волновые турбодиски белотовские стоят. Вот эти пружины вот одна вот вторая на каждой секции. Они отвечают они на растяжение они отвечают за то, чтобы вся секция на неровностях как только она подпрыгивает эти пружины возвращают секцию обратно. Вот здесь возможность регулировки степени вот этих пружин жесткости. Дальше. Здесь есть возможность регулировки глубины получается разрезного диска. То есть если мы выше поставим разрезный диск может глубже уходить. Здесь сделали регулировку очистителей ряда. Также здесь тоже пружины на растяжение которые вот задний параллелограмм удерживают на плаву так сказать на ходу. Этими пружинами мы регулируем силу прижатия секции. А вот эти пружины они контролируют то, что когда анкер заходит в глубину получается секцию сопротивления сдвигает назад. Вот эти пружины не дают анкеру уходить назад. Держат его на том уровне на котором он должен быть. Эти пружины регулируют у нас силу прижатия секции. Формируют ширину колею. Ширину можно варьировать вот здесь. Угол атаки в одну и в другую сторону 6 градусов. Итого 12 градусов они гуляют. Ну и прикатывающий каток соответственно пружина. Прицепное сделано в виде трех точки. Ребята сами доварили такой вот уголок. На него поставили датчики своей. У них своя система жидких удобрений. У нас только бункер и возможность ее вносить. так ребята стартует стриптил. Кстати таскают стриптил вот таким вот сеялкой вот таким вот трактором и Холландом. Сколько скоростей израиль? 8 миллиарда. 8,5 километров. Таааааа. Тут чуть важче куче надо поле. Может тут то, вологи меньше? Там видно по почве что не так много вологи. Как играет каждая секция. Вот как красиво понарезал рядки. В поле после кукурузы не было ничего здесь, кроме турбокультиватора, аверсака. Чистители ряда делали мы сами, все здесь делали мы сами, кроме сейлки. Фермер три года пользуется нашим вертитилом. Он на разных полях использует разные технологии, как поделился. Это вертитил только, вертитил плюс глубокорыхлитель. Вертитилом очень доволен, результат очень большой. Червячки появились на поле. Фермер говорит 6 гектар 60 тонн кукурузы урожай. Тут походу мягче, глубже свет становится. Семочка. Нормальный представитель. А расстояние между ними примерно? Сколько там? Примерно 25 см. Стриптил отлично делает полосы. Ям не на рейл. В целом очистители ряда отлично очищают рядок. Вот можете посмотреть. Сейчас я переверну камеру. Вот. Авторский. Работает стриптил со скоростью 8-8 км в час. Тянет его 380 лошадиных сил. Отсняли, значит, как работает наш стриптил. Как он сеет под солнух, по кукурузе. Сейчас у этого фермера на его сейлке кинза стоит опорные колеса. Стоят опорные колеса по технологии Chicken Tracker, которые мы делали для него. Сейчас снимем, как они работают. Вы посмотрите их в работе. Работают. Налипает, не налипает. Выполняют для них свою функцию. Тоже много кого эта технология интересует. Нравится, потому что гораздо меньше геморроя. Особенно, вдруг, там, кто сеет более по-влажному. Когда влаги больше. То есть, чистики, которые иногда бывают необходимы. На них просто они не нужны. Они не переуплотняют кочеву. Можно еще делать Chicken Tracker на прикатывающие колеса. Вот. Тут пока на кинза стоит только опорные. Наши опорные колеса, которые делаем на сейлке разных производителей. Делаем как опорные, так и прикатывающие. Тут на кинза стоит пока только опорные. По технологии Chicken Tracker. Они специально сделаны для того, чтобы не переуплотнять почву. Чтобы не налипало. Вот, смотрите. Достаточно. Я сейчас покажу влажность почвы. Смотрите. Вот она проходит. Вот налипание где-то вообще нет. Где-то минимальное, которое абсолютно не мешает. И вот посмотрите сразу в сравнении на резиновые. Да? Да? Есть разница? Есть. То есть, если вдруг еще более сырой климат будет. Вот. Почва. То есть, если будет еще более сыро, то все равно минимум будет налипать овощ. Вот. Я считаю, что в принципе ни о каком налипании речи не может. Вот. Как они отработали. Судите сами. Пишите в комментарии обязательно, что вы думаете. И рассматриваете ли вы такую функцию на сеялке, как Chicken Tracker. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите обязательно в комментарии, что вы думаете по этой технологии. Кто работает уже. Какие там у кого нюансы. Можете друг с другом делиться какой-то информацией. Можете накидывать нам идеи на разработку. Следите за нашими конкурсами, которые мы проводим. Сейчас идет конкурс по катку измельчителю. Вот. До розыгрыша осталось совсем чуть-чуть. И совсем скоро выйдет новое видео по розыгрышу. Я дам уточню много моментов. Очень важных. Обязательно следите. Так что можете колокольчик поставить. Вот. Всем больших урожаев. Чтобы была всегда влага. Никуда она не текала. Больших урожаев. И удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok